вам расскажу о том какие что такое соблазнение определение соблазнения на самом деле это тема которая сейчас вам рассказываю это составная часть лекций моих которые я сейчас оформляю и готовлю и потом они выйдут свет вот вообще по теме соблазнения но сегодня вам расскажу просто как бы основы и начала что такое соблазнение меня многие люди спрашивают о том что такое соблазнение члены чем у людей имеет заблуждение о том чем вообще занимаемся что мы делаем потому что много слухов разных много там троллинга в интернете много сми пишут не понимаешь что мы делаем и поэтому мне иногда приходится тратить время и объяснять что мы делаем и сейчас эту лекцию записывают для того чтобы просто не тратить время и не объяснять а просто отправить людей и сказать вот послушайте вот почитайте послушайте посмотрите в интернете я специально вам записал ответ что такое соблазнение я задумался об этом давным давно я задумался что это такое вообще ну мы занимаемся соблазнением там мы начинали с пикапа занимались пикапом снимали женщин соблазняли женщин потом я учил соблазнять женщин мужчин и регулярно такие вопросы возникали а что такое соблазнение ну я отсылал людей там к разным посмотри там словаре тратим время зря потом сам задумался и нашел в словарях определение соблазнения и она меня не удовлетворила вообще потому что то определение которое было в словарях там ожигово в толковых словарях в английский слова словарях да она не соответствовала тому чем мы занимаемся ну во первых христианская значит культура очень сильно повлияло на это определение там все время упоминается про значит доведение до греха там или что-то там совращение человека на что-то плохое ну и так далее да вот так как это сама тема вообще секса она считается запретной там да вот ну из и также культура в принципе повлияло потому что если говорить про западную культуру и про современную культуру которая у нас сейчас там вообще везде и везде да то в общем то отношение к интимной близости она достаточно ну такой люди стыдятся этого есть определенный определенный барьер да человек испытывать стыд перед другим человеком открыться человек испытывать стыд перед интимной близостью и поэтому люди у этой темы вообще стыдятся и стыдятся ею заниматься И вообще говоря, во время соблазнения те уже люди из вас, которые уже имеют большой опыт в этом, знаете уже, что на самом деле там даже очень сильная увлеченность девушки, ну или даже если она в принципе соблазненная, она готова с тобой общаться, встречаться, то это не означает, что ей будет очень легко лечь с тобой в кровать. Потому что для того, чтобы вообще создать интимную близость, ей нужно преодолеть стыд, стыд своего тела, стыд своей наготы, да, об этом много там психологи пишут, вот, и поэтому каждый соблазнитель, у него есть, вот есть, например, телесный тренинг, на котором есть ряд, огромный ряд техник по преодолению стыда девушки, вот. Это у западных авторов по пикапу называется преодоление последнего женского сопротивления, да, там, на самом деле это преодоление стыда, ну, то есть, это, грубо говоря, женское сопротивление последнее перед сексом, когда она говорит, ну, может быть, все-таки не будем, да, вот эту вот вещь. Она, на самом деле, механизм ее реализован через стыд, то есть, ей стыдно, и поэтому она так реагирует. Ну, и на самом деле, не всегда в истории, не всегда в культуре стыд был именно такой, да, то есть, была культура античности, там, культура древних греков, спарты, когда наоборот было все, то есть, люди на самом деле гордились своим голым телом, и если, значит, сейчас мир развивается по, скажем так, больше, значит, египетским и еврейским, ну, вот этим отношением к вопросам интимной близости, то когда-то в Греции, да, в античной, когда-то, да, и римским тоже, кстати говоря, когда-то в Греции было совершенно другое отношение к стыду интимной близости и голому телу, но мы сейчас живем в мире, который взял в себя именно ту часть, которая ближе к египетско-еврейскому, да, подходу, поэтому у нас, соответственно, такое отношение, и поэтому такое количество комплексов, и так, настолько сильно, там, эта тема, тема секса, она настолько антиобщественная всегда, и настолько люди стыдятся этого и так далее, да, потому что если бы мы жили в постантичную, там, например, эпоху, ну, допустим, если бы древняя Греция, да, или спарта не потеряли, значит, свой вес в мире, и мы, скажем так, наследовали бы от них, то у нас бы была совершенно другая культура, культура интимной близости, и, значит, там были различные культуры, различные, значит, были даже, были культы Афродиты, были культы тела здорового, красивого, вот люди не так сильно стеснялись и так далее, но, ладно, это отдельная история, да, потому что, если так углубляться, то, если бы Греция, Греция в нескольких войнах одержала победу, то, может быть, у нас было бы совершенно другое отношение к всему, ну, это не так важно, потому что само определение соблазнения, оно не должно было ложиться ни под какие культурные аспекты вообще, не зависит от культурных различных фишек, которые есть на данный момент, то есть, когда, вот, например, мы выводим определение соблазнения, оно должно подходить и под христианскую культуру, и под культуру античности, и вообще под любую культуру, которая возникнет когда-нибудь на Земле, да, потому что это определение должно быть, по идее, универсально для того, но и определение. А когда мы говорим, вот, соблазнение в христианском мире это такое, в мусульманском это вот это, там в античной Греции это это, это все неправильно, да, то есть, соблазнение, определение должно быть универсальным. И когда я это понял, когда я понял, что нет универсального определения соблазнения, я начал думать о том, как вообще его ввести, вывести, из чего оно должно получиться. Соответственно, и начал думать о том, а почему же у нас такая, получается, гетерономия с точки зрения этого определения возникает. Почему мы так сильно зависим вообще от культуры, когда мы вводим это определение. Ну и понятно стало, почему. Вообще говоря, вот эти мои изыскания, они ушли глубоко в философию в результате. Потому что для того, чтобы докопаться до того, что такое чистое определение в чистом виде соблазнения, подходящее под все вообще культуры в любой момент времени, если рожден человек, он имеет именно это определение, ушли вообще в принципе в то, как в принципе работает способность человека к познанию. Как это ни странно, что такое на самом деле соблазнение? Если рассмотреть вообще функции познания, которые доступны человеку, то есть у него на самом деле всего две способности основные. Это ты познаешь, да, окружающие объекты, которые тебе даются, с помощью созерцания и мышления. То есть, есть две способности. Созерцание и мышление. И значит, при созерцании тебе даются объекты целиком, а с помощью мышления ты их изучаешь. Так вот, если посмотреть на то, где находится соблазнение, да, и как оно вообще реализовано, механизм сам, то получается, что соблазнение это когда мы, когда я вижу другой объект, этим другим объектом является тоже человек другого пола, да, девушка, допустим, да, то есть я вижу девушку, и я, значит, получаю ее для познания, начинаю разлагать ее для познания на различные составляющие, да, и начинаю изучать. То есть, на самом деле соблазнение это зацикленное изучение какой-то конкретный, какого-то конкретного объекта, то есть я, как Homo sapiens, да, мой разум, он должен, во-первых, он должен зациклиться на объекте, да, то есть меня он должен привлечь, заинтересовать, то есть он мне должен быть дан, я его получаю посредством органов чувств, да, и из-за того, что он привлек мое внимание, да, то задача ее для того, чтобы меня соблазнить, это чтобы я немного думал и изучал, чтобы было что-то интересно в ней, то есть, соответственно, она должна выдать что-то необычное, какой-то набор необычных параметров для того, чтобы я зациклился на ней, да, вот, то есть получается, что здесь такая ситуация, что соблазнение, вот в чистом виде, я начал выводить определение соблазнения в чистом виде, что такое соблазнение в чистом виде, которое будет подходить под все культуры во все времена, это когда мы полностью убираем все, что связано с опытом, То есть мы убираем из этого определения все вещи, связанные с сексом, с восприятием, с тем, что зависит от опыта. И у нас остается чистое определение соблазнения. Это, которое будет работать вообще везде, это просто банальное зацикливание моего разума на каком-то объекте, который мне становится интересен в силу каких-то причин. В силу каких причин может моему разуму быть интересен объект? Вопрос. Вот этот вопрос меня заинтересовал. Почему вдруг мой разум может взять и зациклиться на каком-нибудь объекте, который является человеком? И тогда я начал изучать эстетику, потому что на самом деле речь о том, что в этом объекте должно быть что-то такое настолько привлекательное для меня, что он становится интересным. И не в силу того, что я там просто, может быть, такого не встречал, а в силу какой-то универсальности, в силу какой-то супер гармонии, в силу какой-то супер красоты, чтобы мне было интересно, я получал удовольствие от этого объекта. Не потому, что он на меня воздействует каким-то образом, а потому что я его созерцаю. И вот тут вдруг я вперся в эстетику, и в эстетике я нашел очень интересное определение. Определение прекрасного, которое меня очень сильно удивило, потому что оно фактически очень сильно связано с очень большим количеством вопросов, которые мне задают, а что нужно делать там для того, чтобы понравиться и так далее. Я увидел в определении прекрасного одну интересную фишку, что прекрасным называется все-таки неким совместным гармонией форм, и при этом оно не имеет никакой материальной, в принципе, неважно из какой материи оно создано, потому что гармонией формы, она вообще имеет некая абстракция. И получается, что влюбиться, в принципе, человек может, грубо говоря, в некую гармонию форм, то есть, грубо говоря, в картину, в портрет, который, в принципе, может быть изображен на холсте, может быть изображен на стене, может быть изображен в виде видеокартинки и так далее. То есть, получается, что человек влюбляется в некую гармонию форм, которая не имеет отношения к тому, реально ли она вообще или нет. И вот тут стало очень интересно, потому что соблазнение в чистом виде, которое вообще всегда будет подходить как определение под любую культуру, там, любые ценности и так далее, вне зависимости от опыта, оно на самом деле, вот, ну, в результате там всех, всех вот этих вот, всей этой логики и всех, ну, вы в лекции дальше почитайте, потому что это очень длительно, долгая цепочка, там, мыслей, долгая цепочка последовательств вывода этого определения, да, то есть, в результате, в финале всего, всего изучения всей этой темы возникло следующее определение, что соблазнение это, первое, это процесс, да, соблазнение это некоторый процесс, который, значит, в первую очередь, его задача этого процесса, добиться того, чтобы человек сам обратил внимание на тебя, при этом не воздействуя на него напрямую, почему это важно, да, почему именно вот так, потому что, если я воздействую на него, ну, напрямую, да, то я нарушаю вот это правило, которое прописано абсолютно четко в философии, да, о том, что прекрасное не воздействует напрямик, это его свойство основное, то есть, если я, например, начинаю напрямик воздействовать и просить обратить на меня внимание, да, то я уже нарушаю это основное правило, которое очень четко прописано в эстетике, да, я не буду углубляться, почему там, ну, это все уже, как бы уже в подробных лекциях будет изложено, да, вот, это первый момент, то есть, моя задача, вот здесь вот и здесь возникает интересная фишка такая, что у нас давно уже была методика обхода сознания, я не знаю, почему мы ее использовали, да, и тут выяснилось, почему мы ее использовали, потому что интуитивно мы понимали, что если мы напрямик будем воздействовать там на объект привлечения нашего внимания и как бы спросить у него, ну, мы тогда, получается, не соотношимся никак с этим определением, потому что ни одна картина, ни одно облако, ни одно явление природы прекрасное само по себе не воздействует на тебя, оно, значит, не может на тебя воздействовать, да, именно поэтому, как совершенство форм, оно, оно может быть тебе дано, и кто-то может обратить твое внимание, что посмотри, какая красивая картина, а что ты в ней красивого, значит, увидел, и тебе объясняют, и тут вдруг у тебя появляется чувство вкуса к прекрасному, и ты, соответственно, эту картину начинаешь рассматривать и начинаешь от нее кайфовать, а сама по себе она на тебя не воздействует, это первый момент. Второй момент, наиважнейший, это то, что задача соблазнения, как процесса, да, сделать так, чтобы человек зациклился на тебе, да, то есть первая задача, это чтобы он обратил внимание, вторая задача, чтобы он зациклился на тебе. Интересно, да, а как, как это сделать, чтобы он зациклился, да, что нужно для этого сделать, для того, чтобы он зациклился, чтобы он начал тебя изучать и во времени, да, и это было, значит, длительное, имело длительность определенную, и тут, кроме совершенства форм, которым, ну, которым ты, по идее, должен являться для, или выдать ему в виде совершенства форм не внешних, да, а какая-то внутренняя, это должна быть какая-то, так как мы говорим о соблазнении в чистом виде, то это означает, что это должна быть какая-то внутренняя штуковина, да, то есть это набор мыслей, который ты передаешь его разуму, да, потому что ведь мы говорим о том, что разум зацикливается, значит, соответственно, мысли должны быть и идеи, которые ты передаешь этому разуму, которые на тебе зацикливаются, это последовательство их мыслей, там, идей, там, и действий, да, она такая интересная, настолько гармоничная и уникальная, что человек на тебе зацикливается, да, но еще очень важный момент, ну, я же говорю, что соблазнение, в чистом виде это некий процесс, значит, так как это некий процесс, то это означает, что это реализовано должно быть в виде многоходовой игры, почему, потому что мы, значит, делаем ход какой-то, человек делает контр-ход, значит, мы тоже делаем ход, он делает контр-ход, задача какая? Чтобы он зацикливался и чтобы он подсел на эту игру, он подтянет на эту игру только в том случае, если эта игра, она структурирована очень интересно, Таким образом, что как бы записанная эта история, вот этих вот ход-контр-ход, ответный ход, записанная где-то, она становится похожа на некий увлекательный шедевр, который структурирован по правилам драматургии. Где у человека есть определенные перипетии драматические, у него есть точки, значит, поворотные моменты все, катарсис, то есть все, что проходят люди, когда проходят тему там по сценариям или драматургии, да, по созданию сценария драматургии. И самое интересное, это то, что тоже это, значит, это тоже философская, это тоже философская тема, философский вопрос, который начали древние греки, как создавать сценарий, что такое драма, что такое драматургия, вот, это очень интересно. И вот эта вот, вот эта штука, да, штуковина должна находиться в определении соблазнения в чистом виде. Я уже сказал, я напоминаю, что соблазнение в чистом виде это определение соблазнений, которое подходит под все культуры, все возможные ситуации различных там, мировых религий и так далее. То есть оно вообще не меняется, не изменится, потому что это только соблазнение, которое не зависит от опыта, от опыта, да, это очень важно. То есть оно будет действовать в любой, вообще вот в любой цивилизации, да, в любой культуре, при любом отношении к сексу. Там, значит, и в мусульманской культуре, и в христианской культуре, и в культуре греков, и в культуре там спартанской и так далее. То есть при любом вообще совершенно, значит, то есть это не связано, не связано ни с интимной близостью, ни с сексуальными различными там, значит, желаниями. То есть, это как бы соблазнение в чистом виде, это наиболее возвышенная часть. И знаете, что интересно? Самое интересное то, что в результате получается, что соблазнением в чистом виде по определению по этому, которое было выведено, фактически занимались те люди, которые подсаживали на себя массу людей, массу народа. И имеют эти люди эффективность и воздействие такое мощное, что они подсаживают на себя массу народу, которые еще и передают это по наследству. То есть, соблазнение в чистом виде работает, если соблазнение эмоциональное, я его так назвал, соблазнение связанное с эмоциями, с восприятием, с чувственностью, а работает оно в рамках какого-то времени. Значит, допустим, какое-то время, там 9 месяцев, там год, допустим, влюбленности, там 2 года влюбленности, то соблазнение в чистом виде может работать несколько поколений. Вот это вот реально, да, так. То есть, что это значит? Кто у нас такими соблазнителями был? Такими соблазнителями были люди, которые вовлекали в свои романы, да, многие поколения с помощью книг разных людей. То есть, соблазнением в чистом виде занимались все знаменитые популярные авторы, такие как Шекспир, Пушкин, тот же Казанова, да. То есть, те люди, которые идеологически, с помощью набора мыслей, фактически подсаживали на себя массу людей по правилам драматургии. Вот чем они занимались, да, на самом деле. То есть, они соблазняли массы, да, нехорошие. Диктаторы, ну, диктаторы просто выбора не давали. То есть, их нельзя причислить к тем, кто занимался соблазнением в чистом виде. То есть, таким образом получается, что, значит, вот это определение, оно получилось достаточно, оно и простое, и сложное одновременно. Потому что, значит, то, как я описал определение соблазнения, которое подходит под все эпохи и времена, да, оно, значит, не получилось таким простым, но оно получилось точным. Что самое важное. То есть, вот нельзя сказать, что это определение, да, там, оно не подойдет под какую-то культуру, оно подойдет под любую культуру и всегда будет работать. Почему? Потому что это именно то, что является соблазнением по-настоящему, независимо от различных, там, культурных традиций. Вот, что очень важно. И вот часть, да, эта часть, ну, я отправил, честно, я, честно, отправил эту вот лекции, знаете, людям, которые в теме. Они мне сказали, ничего не понятно. Вот, нам непонятно, очень сложно. Я это переписал, тоже сказали, что сложно. Я продолжаю сейчас это переписывать для того, чтобы, в принципе, ну, там будет очень, там, не знаю, самоопределение. Порядка, там, 50 страниц только уходит на то, чтобы, значит, вывод этого определения точный, четкий, со всеми ссылками, там, на источники, там, где что сказано, с цитатами и так далее. Но это почему? Это потому что, как бы, это научная работа. Это не, значит, просто текст, там, в ВК инсту выложить, да. А это некая научная работа, которая должна иметь обоснование, там, если какие-то критики захотят, там, покритиковать, они могут покритиковать и понять, откуда я что взял, там. Откуда, там, какие определения, там, были выведены, там, что такое стыд, там, что такое, значит, вообще познание, там, откуда, с каких источников все берется, да. Для этого, конечно, пришлось, там, поработать, но в результате задача, задача этого в том, чтобы все-таки вывести это определение. И все-таки оно было, и чтобы это определение, значит, оно работало, да. Почему важно для нас, чтобы оно работало? Потому что я обучаю людей, да. Для меня важно, чтобы у этих людей был результат. И когда они занимаются соблазнением, да, у них должен быть результат в виде непосредственного какого-то вот эффекта. То есть, они изучают, там, техники все, и это работать начинает, вот. Это не просто, ну, от обычного определения, как мы в словаре Ожегова, значит, почитаем, да, ну, что мы можем сделать с этим определением. Как мы можем его использовать для того, чтобы на себя одеть, да, никак. А здесь все понятно, значит, и получается, что вот это определение, о котором я говорю, да, это и есть то, чем люди занимаются на мастерском тренинге. Почему я назвал эту трансляцию соблазнение, значит, мастерского уровня, да. Потому что это то и есть то, к чему мы пришли, то, чем люди занимаются на мастерском тренинге. То есть, задача соблазнителя в первую очередь заключается в том, чтобы простроить игру и ходы таким образом, чтобы жертва на них подсаживалась интеллектуально, да. Это означает, что чисто, то есть, вне зависимости от инстинктов, от различных, там, чувств, от секса и так далее. То есть, а почему это самое крутое и самое интересное? Потому что, когда мы говорим о чувствах и об инстинктах, это работает недолго. А когда мы говорим про соблазнение в чистом виде, это я вам уже говорил, да, это работает и передается из поколения в поколение. Может работать и передаваться из поколения в поколение, как история. И человек подсаживается на эту историю, оно получается, вот, само соблазнение в чистом виде может работать там тысячелетия. Столько, сколько будет интересно читать об этом, об этой истории, да, соблазнение. Вот это и есть то, к чему стремится каждый мастер. Почему? Потому что, ну, конечно же, наибольший эффект идет от соблазнения именно идеологического, то есть соблазнения в чистом виде, вне, значит, там, чувственности, а именно в виде соблазнения разума. Почему еще это интересно? Потому что это особенно интересно тем людям, которые понимают, что инвестиции в красоту, инвестиции там в красоту и молодость, они никогда не окупятся, да, то есть соблазнять хотят все, да, но эти все, например, у меня есть люди, которые хотят соблазнять, они уже давно за 50, но они продолжают хотеть соблазнять, вот, и у них уже не так круто работают техники, которые работают у молодых пацанов там по 20-30 лет, у которых хорошо стоит, там, они могут классно воздействовать на все виды рецепторов женщин, да. Есть те мужики, которым уже за 50, они хотят заниматься этим соблазнением, они хотят, чтобы был эффект, но, как бы, они не могут использовать там весь спектр тех эмоций, которые может молодой пацан использовать просто за счет своей молодости. А, по сути, соблазнение в чистом виде не имеет, значит, шансов быть перебитым никакими чувствами и аспектами. Почему? Потому что, ну, круче всего разум зацикливается на объекте тогда, когда техники созданы таким образом, чтобы разум зацикливался на объекте. И получается, что вот именно это многих людей интересует для обучения, да. Вот, поэтому оно и было интересно для рассмотрения. Если есть какие-то вопросы, я на них отвечу и после этого закончим. Все просто. Много одиноких женщин, они готовы соблазниться. Это в России так происходит. А в других странах происходит не так. И там, как раз, это наиболее актуально. А в других странах. Так. Как же можно быстрее стать мастером? Сколько времени на это уйти может? Ну, мы не говорим о том, чтобы кем-то стать, да, потому что школа, моя школа, предполагает не то, что ты кем-то станешь, а то, что ты чему-то учишься и что ты растешь. Потому что я вот, например, в теме уже 15 лет и продолжаю изучать эту тему и все дальше и дальше открываю различный горизонт этой темы. Соответственно, встав на путь соблазнителя, да, ты начинаешь изучать техники, увлекаться этими техниками, познаешь эту школу. Школа длинная с точки зрения пути. Есть огромное количество техник и много чего изучать, но ты растешь. Самое главное это то, что ты растешь постоянно. Ты понимаешь, что количество женщин и сложности женщин, они увеличиваются. Ты видишь это. Увлекательно этим заниматься. Я почему не могу остановиться этим заниматься? Потому что это очень интересно для мужчины, который увлекается женщинами. Интересно, потому что каждый раз ты, значит, каждый раз ты как бы вступаешь в схватку с кем-то, с какой-то женщиной, да. И каждый раз это как схватка, результат есть какой-то и, соответственно, есть какой-то эффект и есть что обсудить с друзьями. Что, в 50 уже фишки хуже работают? Ну, в 50, не знаю, мне еще нет 50, к сожалению. Не могу ответить на этот вопрос, когда будет 50, я о тебе расскажу. В Британии тоже тяжело, дай совет. В Великобритании тяжело, дай совет. Ну, скажем так, тяжело, согласен, тяжело. Тяжелее, чем в России, где все женщины модели, а мужики пьянятся, да. Вот, это тяжелее, серьезно. Потому что там космическая нехватка просто мужчин в России. А, конечно, в Великобритании там космическая нехватка женщин. Но хочу сказать, что в любой стране, в любой стране космическая нехватка у женщин интересной жизни и вообще интересных вещей, которые проходят. И интересных игр. Поэтому имеет смысл расти и заниматься в этой теме, да. Женщины очень любят игры, мужчины тоже очень любят игры. Поэтому любой человек на самом деле на этой планете, ему скучно жить, да. Соблазнители это те люди, которые делают так, что человеку жить гораздо веселее становятся. То есть, он начинает получать эмоции, начинает от этого тащиться, начинает увлекаться игрой. Поэтому тут имеет смысл развиваться постоянно. И что самое главное, это то, что не нужно относиться к соблазнению потребительски. То есть, это означает, что не надо делать так. Я начинаю заниматься соблазнением. Вот прямо сейчас хочу положить там супер-супер красивую модель прямо на лопатке. Это то же самое. Аналогия такая. Приходишь на бокс, начинаешь медленно заниматься, техники изучать и так далее. То же самое. Имейте терпение. Вы медленно, но верно растете. И медленно, но верно потихонечку тестите техники. И потихонечку начинаете общаться с разными женщинами, тестить на них, на разных женщинах техники. Девушки на разных мужчинах тестят свои какие-то техники. Медленно, плавно вы растете, растете, растете. И не нужно зацикливаться на результате. Это большая ошибка большинства начинающих зацикливаться на результате. А какой у меня результат? А на процессе. Потому что процесс соблазнения и кайф от соблазнения ты получаешь от процесса игры. От вот этой последовательности. Ход, контр-ход. То есть, ты делаешь что-то, она отвечает. Ты делаешь что-то, она отвечает. Ну, то есть, грубо говоря, неинтересно было бы играть в шахматы, если ход выиграл. Все. Один ход выиграл. А что дальше? Неинтересно. Интересен именно процесс. Соблазнение это как шахматы. То есть, ты делаешь ход, ждешь реакцию. Есть реакция, думаешь, что делать дальше. Это и есть соблазнение. Многие люди, начинающие, они делают ошибку. Они делают ход. Такой, опа, тут нет победы. Все, я больше не буду этим заниматься. Ну, так это же многоходовая игра по определению. Понятно, да? Поэтому, вот, момент такой, что, конечно, не сразу, да, будет результат. Но, есть такое мастерское правило в кодексе. Мастер не сливается. То есть, он продолжает. Почему это такое правило? Потому что, ты делаешь ход. Человек делает контр-ход. Он тебя заблокировал, везде вообще не реагирует. Это не значит, что игра закончена. Да? Это не значит, что его соблазнить невозможно. Это просто значит, что подожди, придумай, найди, скреатив какой-то ход. Сделай его. Да? И все? И дальше продолжается все. Игра престолов. Так, друзья. Ну, я вижу много вопросов, но вопросы не по теме. Давайте сосредоточимся на вопросах по определению. Мне просто крайне интересно, что непонятно, да? Если что-то прям жестко непонятно, мне это важно. Почему? Потому что хотелось бы мне, чтобы результат, то есть, вот эта идея вообще была понятна, зачем я это делаю, зачем я вывожу это определение в свет, да? И когда я пойму, что, ну, оно понятно, я выведу эту лекцию. Ну, и, соответственно, будете задавать вопросы, будете находить ошибки, если они есть там, вряд ли, вот, ну и так далее. Очень хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Как важен внешний вид? Очень классный вопрос. Для соблазнения в чистом виде не имеет значения внешний вид. Вообще. Почему? Потому что, когда мы рассматриваем соблазнение в чистом виде, мы говорим о воздействии на разум. И мы говорим о процессе игры, ход-контр-ход, ход-контр-ход, да? Так вот. Но. Но. В соблазнении в чистом виде, вот в этом определении в самом, да, есть важный момент. Это что? Это определение прекрасного. Значит, здесь внешний вид. Что такое внешний вид? Внешний вид это... Это... Это внешний вид, да? Ты, когда соблазняешь, ты должен, значит, для того, чтобы именно удовлетвориться этому соблазнению в чистом виде, ты должен понимать, что ты всегда являешься аналогом прекрасного, аналогом некого объекта прекрасного, такого, от которого человек кайфанет от совершенства твоих форм, правильно? Естественно, для соблазнения важно то, чтобы человек испытывал эстетическое удовольствие от тебя. Здесь, когда мы ведем речь о соблазнении в чистом виде, мы говорим о том, что человек испытывает эстетическое удовольствие от игры с тобой, от последних, ход-контр-ход, то есть от игры. Это как ты в шахматы, когда играешь, ты получаешь эстетическое удовольствие от того, какие крутые ходы, гениальные и гармоничные в данный момент сделал человек, да? И тебе не важно, как выглядит тот человек, который с тобой играет. Вот о чем речь, когда речь ведется о соблазнении в чистом виде. Но когда мы перекладываем на жизнь это, да, то, конечно же, внешний вид имеет значение. Потому что если я не могу, да, привлечь внимание, или я отталкиваюсь с запахом там и внешним видом человека, да, то мне будет очень сложно дальше действовать для того, чтобы вообще его как-то в игру вовлечь, да. Но при этом, если говорить о соблазнении в чистом виде, то воздействие идет в чистом виде на мозг. Это означает, что если девушка не знает меня, а я выставляю красивые фотки свои, супер-супер фотки, да, которые не мои на самом деле, взятые у друга, например, и начинаю с ней переписываться. А потом этот друг встречается с ней, она понимает, что с ней переписывался не тот человек. И она хочет встретиться с тем человеком, который с ней переписывался, потому что она готова к любому нему. И вот это результат соблазнения в чистом виде. То есть, она, был такой случай, когда я переписывался от имени одного красивого мальчика, типа модели, да, там с девочкой, и ее подсаживал на себя. И когда он встретился с ней, она сказала, что я поняла, что это не ты, а кто со мной переписывался. Я бы хотел встретиться с ним. Мне не важно, как он выглядит вообще, да. Потому что ей, потому что, ну, она была соблазнена в чистом виде. То есть, с помощью воздействия, там, игры, да, с помощью воздействия определенных мыслей, идей, которые она хотела бы, и она хотела бы продолжить, она хотела бы зациклиться на этом, да. То есть, я ее вовлек в игру. И вот это вот важный момент. Почему? Почему я разделяю? Я разделяю для того, чтобы разделить вот эти процессы, да. То есть, вот мы соблазняем человека, его мозг, а вот мы воздействуем на него в виде чувства. Гигантская отрасль, гигантское просто огромное просто количество людей занимаются тем, что повышают эффективность внешнего вида людей, там, и так далее, и там подобное, для того, чтобы нравиться. И это все правильно, потому что, когда мы говорим об эстетическом удовольствии, мы должны понимать, значит, совершенство формы, оно еще и во внешнем виде, правильно? Вот. Это тоже действует на человека в чувственном смысле. Но мы же разделили определение, поэтому я, когда изучаю соблазнение в чистом виде, изучается только игра и последовательность, ход, контр-ход. Итак, друзья, всем спасибо.